Продажи за границу и авторское право. Что еще нельзя? За что блокируют на Etsy Paypal Seller Online в компаниях по приему Paypal? Приветствую вас, друзья! С вами Прохоровская Светлана. Хочу в этом видео разобрать, как видят обычные люди авторское право, объекты авторского права, где можно случайно использовать в листинге, в карточке товара и нарушить авторское право, какие теги на примере Etsy нельзя применять, и примере вывода по этому видео. Друзья, очень хочу обратить ваше внимание, потому что участились случаи и ко мне начали обращаться мастера. Давайте разберем, как видит обычный человек авторское право. Авторское право каждый из нас видит, как, например, есть изделие, чужое изделие, известные торговые марки, его копировать нельзя, продавать нельзя, вот если сделаешь, это нарушение авторского права. Но есть еще такое понимание, как объекты авторского права. И эти объекты распространяются на все элементы вот этого, ну скажем так, изделия какого-то, да, которое принадлежит чужой компании. И обратите внимание, очень важно обратить внимание на элементы. Объекты авторского права могут быть в письменной форме, в устной форме, с изображением, да, звук и видеозаписи, объемно-пространственная форма может быть, ну и другие. Другие – это то, что сюда не вошло. Значит, получается, если мы сделаем вывод, нельзя использовать даже элементы чужих торговых марок. Если вы это используете, будет нарушение. Где вы случайно можете использовать это? Например, на Etsy, либо на другом маркетплейсе, в тайтле, в тегах, в описании товара, на фото, баннере. Пример. А вас может удивить, что эти теги сейчас достаточно хорошо и применяются мастерами, и используются на Etsy очень часто. Вы увидите это сами, когда проверите по результатам. Но вы прекрасно знаете, что Микки Маус шить вот такие игрушки, делать такие игрушки без лицензии, без разрешения нельзя. Если это вы делаете без лицензии, вы нарушаете авторское право. Но если вы применяете фотографии, если вы применяете тексты, упоминания про Микки Мауса, это тоже является нарушением авторского права в вашем интернет-магазине. Поэтому сейчас, на данном этапе, обратите внимание, какие теги вы применяете. Микки Маус тег проверять и применять нельзя. Я думаю, это многим понятно, вы это знаете. А вот Микки Маус джеверли, если вы даже проверите эту фразу, то зарегистрированной торговой марки нет. Но Микки Маус, элемент вот именно чужой торговой марки, это и есть и будет тоже нарушением. Inspired by Disney, получается, вдохновлен Диснеем. Inspired by кем-то, вдохновлен кем-то очень часто, и пишется кем, да, применяется тег на Etsy. А вы видите, что сейчас 81 151 результат. Шанель Эринск, серьги Шанель, тоже применять нельзя, такие словосочетания. Молот Тора, 9036 результатов, но вам и мне такой тег применять нельзя. Получается, нельзя упоминать имена известных актёров, нельзя упоминать и применять имена известных персонажей из мультфильмов, фильмов, потому что это что будет нарушение авторского права. Marvel Gifts, все прекрасно знают, что студия Marvel, а вот подарки Marvel, если вы примените, это тоже будет нарушением. А Игра Престолов, название фильма нельзя применять. А Mercedes Kinchain, Mercedes Brilogue нельзя применять. Metallica, футболка, Metallica Shot, название музыкальной группы тоже нельзя применять. Получается, вывод простой. Если вы используете хотя бы элемент какой-нибудь на словах, в письменной форме, в изображении, то это нарушение торговой марки, нарушение авторского права. Если задуматься, то мы очень часто, и я в том же числе, нарушаем чьё-то авторское право. Вот сейчас я пишу, например, видео, статью, и я упоминаю вот эти все названия. Я упоминаю названия эти, я упоминаю названия Seller Online, названия других компаний, с которыми я работаю, тот же Facebook, Instagram, но разные компании, поэтому по-разному относятся. Если мы кого-то продвигаем, то некоторые компании закрывают на это глаза. Но с другой стороны, делая это видео, моя цель – не прорекламировать какую-то компанию, какой-то популярный маркетплейс. Моя цель – не нарушать авторское право, а помочь талантливым людям продавать свои изделия за границу. И если я не буду называть название этих компаний, название сервисов, название маркетплейсов, то в принципе я вам помочь в этом направлении не смогу. Моя работа на данном этапе, если я не буду применять эти названия и указывать, что можно сделать вот так-то, так-то, с помощью какого-то сервиса, будет неполной. Поэтому, друзья, в любом случае, даже если у нас есть вот такое, знаете, кто-то продает, кто-то это делает, да, а почему мне нельзя? Я не юрист. Я хочу обратить ваше внимание, что вы делаете в своем магазине. Почему? Потому что ко мне обчистились обращения люди, которые работают, которые, скажем так, подписали договор по приему PayPal с компаниями-посредниками, да, мастера неожиданно получают, что блокировку, пока хорошо, что временную блокировку их аккаунтов. Иногда блокировка аккаунта происходит неожиданно, вы просто в него не можете зайти. И это уже блокировка, потому что, если вам что-то неясно, непонятно, войти не можете в аккаунт, вам нужно писать в службу поддержки. За что чаще всего блокируют, например, аккаунты Seller Online. За нарушение торговой марки, да, нарушение авторского права, за применение в текстах, получается, тайтл-теги описания товара известных торговых марок. Но чаще всего люди думают, когда даже не видят вашу фотографию, что вы подделываете товары и продаете. Но ваш товар может быть совершенно другой. Вы можете сделать ручную работу, идеальную ручную работу. И что я хочу вам сказать? Какой пример провести? Буквально недавно читала интересную статью, да, чем была интересна по поводу того, что одна группа, как поп-группа, сделала копию инсталляции, вот такую красивую яркую арку. Но оказывается, что вот эта арка изначально первым делом была сделана художником в США. Она была, это авторское право. И сделав похожую, ну не точь-в-точь, но очень похожую, они нарушили авторское право. Они разрешение лицензию, да, они с этим автором не договаривались. Увидев свое изделие, или вернее очень похожее изделие на свое в клипе, он подал в суд на нарушение авторского права. Поэтому, друзья, я вам желаю проверить свои листинги, проверить тайтл, теги, описания. Случайно ли вы ничего не упоминаете с целью, например, продажи ваших изделий чужую торговую марку, не нарушаете ли авторское право. Я вам желаю, чтобы вы нашли эти быстро ошибки. С одной стороны, если вы работаете с компанией PayPal, хорошо, что они находят первыми, а не Etsy. Если вам нужно сделать аудит самому, я специально для этого сделала книгу, написала книгу, недавно ее редактировала в этом месяце, 92 ошибки на Etsy или как сделать аудит Etsy-магазина самому. Ссылку под видео оставлю. Получается, если у вас чего-то нет в Etsy-магазине, если вы что-то не знаете, не понимаете, то обязательно это нужно доделывать и дорабатывать. Выводы по этому видео. Что нельзя применять в своем Etsy-магазине? Как нельзя нарушать авторское право? Нельзя даже применять упоминание в тексте, в описании, в тегах, тайтле, чужую торговую марку, название марки, название автомобилей, фильмов. Получается, нельзя применять, упоминать известных людей, которые тоже являются часто их имя, псевдоним, например, имя главного героя. Это тоже будет, если вы это будете делать, нарушение авторского права. Друзья, я вам желаю удачи и успехов в продажах за границу. Проверьте, пожалуйста, свои магазины. Я вам желаю, чтобы вы спокойно продавали, ничему плохому не удивлялись, чтобы у вас все хорошо получалось, и вы могли реализовать себя с помощью продаж за границу, не нарушая авторского права. Если у вас есть вопросы, задавайте под этим видео. С вами была Прохоровская Светлана. Удачи вам во всем. И пока, до следующих видео. Продолжение следует...